Приветствую, друзья! Сегодня я, Маха и Ванёк поехали в Ростов через Таганрог. В Таганроге мы зашли во вкусная точка. Уже награлись. Уже наелись. Оставили после себя вот такой вот стол. Мы находимся в торговом центре «Мармелад». Сегодня субботний день, очень много людей. В Мариуполе никогда не было столько людей, даже в Порт-Сити. Выходные дни. Причем на каждом этаже. Ребята оставили малышку с бабушкой и дедушкой. Гулящие родители. Да, едем. Балдеем. В Таганроге поели. А теперь в Ростов полетели. Вот эту школу отреставрировали. Я помню, она была под уставшой. Подъезжаем уже к Ростову. Вот такая погода на улице. Туман, дождь, грязь. Приехали в Ростов. Погода, конечно, и пробки в городе завал. Маха снимает. Блогеры понаехали тут. Ванек притворяется, типа не блогер. Приехали в детский мир. Мы поехали в семь дружной компании. Игорь. Передайся мне подписчики. Привет. Вот заходим в детский мир. Душнила привет не передает. Дружня. А сколько это? У меня метр восемьдесят три, метр восемьдесят четыре. Не, ну так и показывают. Вот так метр восемьдесят там где-то. Дикари. Мы уже не просто так приехали в детский мир. Я уже очень давно не меряю. Ты что, ты видел, как она меряется? Ты видел этот прикол? Вот так. Все, что вышел, бай, не считается. Дикари смотрю, пока приехали. Рос меряют. На. Как и было, сто шестьдесят пять. Больше у тебя, у тебя больше. Я не вверхла и не стопталась. Нет, у тебя больше, у тебя где-то метр шестьдесят восемь, да. Вот купила себе вот такой, как у тебя. Я бы не зверделась, не знала, что я буду снимать. Так. Мне так нравится, Маша. Ты блогер? Да. Я не знала, что я буду снимать. Персонал. Маша, ты что, у тебя вообще чуть-чуть дешевле? У меня просто слов для тебя нет, только эти эмоции. Только что, да, да, передали. Если бы ей не сказали, она подойдет на третий этаж. И Маха сразу побежала. Ванек, это она тебя большая будет. Да, я люблю маму и папу. Вот есть шестьдесят два. Вот шестьдесят второй. Слушай, так Соня тоже конь здоровый. Конь здоровый. Я хочу, это будет, это весны такие. Вот, вот такую, глянь. Ну да, прикольная тоже. Сколько? Пару месяцев уже есть? Первого февраля. Февраля будет. А, да? Я хотела сказать, первого июня будет два месяца. Нет. Вот она как раз сейчас, пятьдесят шестого дезерфлятора. А я думала, что сейчас здорово. Вырастите. Мне папя всегда так покупал. Да вырастет сразу. Да. Мне двенадцать, он мне на двадцать три пойдет. Так, пару слиток отходишь. Выходишь, футболка вот такая. Батя экономный, молодец. Продуманный. Больше идешь. А что, говорит, в обтяжку возьмешь, как педик ходит. Ты понял, да? Вот это точно не шестьдесят тройка. Вот это? Да. Видишь, написано в ежеке шестьдесят два и шестьдесят два? Да. Они одинаковые или нет? Они одинаковые, по-моему, или нет? Они одинаковые. Да, да. Мне это показалось длиннее. Одинаковые, да. Ладно. Вот мы с Ваньком рассуждаем. Смотрите, красивые новостройки. Классный горизонт. Очень красивые дома. И тут же, напротив горизонта торгового комплекса, вот такие дома с таким вот внешним видом. Почему бы не сделать им фасад красивый? Торговый комплекс, конечно, выглядит очень ярко. Классно. Торговый комплекс тебя отдаёт нас сомнёт. В этот горизонт теперь? Ну, посмотрим. Вообще, я же хочу глянуть в Тоньку ради прикола. Посмотрим сейчас Мариупольским с паспортом, со всем как надо. Дадут кредит или скажут опять новые территории, которые мы не кредитуем, как будто мы не Россия. Сейчас посмотрим. Кредит небольшой. Это ради интереса. 50 тысяч рублей. Дадут, не дадут. Глянем. Угу. Кинотеатр наверху, горизонт. Нет, ну тут красиво, просто снимаю. Согласен. Или как минимум, у ФСГ. Вон, туалеты даже есть. И ворота. У туалеты даже есть. Прикольно. Вообще прям прикольные, прикольные. Мне нравятся. Угу. Или нет? Ну, и это все равно за господь Европу. Чтоб там кто не говорил, скажут, что я нехороший человек, редиск, но сама суть. Да. Сандали 15900. Вообще, мне прям нравится, нравится. Мне редко что-то нравится. Ну, давай еще говорим, как и в горизонт. Да, красиво здесь. Хоризонт. Ну, прям. Круги людей очень много. Как муравейник какой-то. Ты в Питере не был просто. Да. Я в Питере был. Там вот так выходишь, и тебя могут просто потоком унести куда-нибудь. Ты меня снимаешь? Ты меня снимаешь? Да. Да. Очень большой торговый центр. Очень большой. Идем по второму этажу уже минут 15 без остановки. Я думал, что девушка манекен. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, там просто обнимать начало. Я такой думал, что такое? Мне это напоминает аэропорт. Да. Здоровенный. Нашли, наконец-то, спустя 40 минут. Какие цены? Ну, вот сейчас со скидкой в Японскую 62. А если вышивай в кредит и в рассрочку, да там даете либо? Интересно попробовать, дадут или не дадут? Можем попробовать. А почему не дадут? Мы с Мариуполя. Дадут? Протиска из Украинской. Ну, как понять? Мариуполь уже Россия, как может? Нужна прописка, чтобы была именно Российская. Ну, так там тоже. Крестовская вот эта вот вся. Протиска как раз. Короче, у нас не понятно. Мариуполь ДНР, Российская Федерация. Нет, это Российская Федерация. Да, да. Она просто попробует. Почему-то не одобряет. Ну, попробуй, посчитай. Ну, посчитать я могу, я оформлять не думаю, смогу фотографистов. А. Я именно статистикой. А, у нас блог, скажешь, что ли? Либо у меня ошибка, либо не ошибка. Ну, тут, к сожалению, можно... Аира здесь? Можем у нее? У нее и руководили. Нет, ну вот у нас недавно знакомым давали, я не знаю. Попробую, это интересно. Ну, это, смотрите, когда смотришь, какой банк. Поэтому мне, например, не я. Ну, у вас один банк? Нет, у меня... Там через брокеров забивают. Да, через брокеров забивают. 9 банков, но мне именно полный банк. А через ПСБ, допустим, у нас в Мариуполе ПСБ это как? В общем, нам сказали, что никакой банк нам рассрочку не даст, потому что у нас нет российской прописки. То есть ДНР для них, Мариуполь, это что, не Россия, что ли? Я не могу понять. И так, в принципе, везде. Мы хотели как-то взять... Еще летом это было. Мы хотели взять кредит на покупку одной вещи. Тоже нам не дали, потому что у нас прописка... В паспорте написано Мариуполь ДНР. Ну, вообще, я просто в шоке. Мариуполь ДНР просто космические, нереальные. Когда банк хотели взять просто... Тогда была еще понятна, большая сумма кредита была. А сейчас ради интереса за 50 тысяч хотели взять Sony PlayStation. Ну, ради прикола проверить. Дадут нам кредит. Ну, мы, наверное, как ни от мира сего, нам не дают. Мы как какой-то непонятный вообще... Субъект. Субъект, да. Неопознанной федерации. Потому что они все говорят, там стоит блокировка абсолютно на всех банках. У кого прописка ДНР, ЛНР, кредиты не давай. Вот так. Мы, наверное, слишком богатые здесь. В Мариуполе, в Луганске, в Донецке. Мы можем себе за наличку все позволить. Ну, да. Миллионеры, короче. Неприятно, если честно, в своем случае. Почему блокировка всегда поставит... В общем, друзья, вы все слышали. ДНР это... Наверное, не Россия. И еще. В общем, весело. Их ничего в жизни не интересует. Депродать они ничего не хотят. Новогодняя погода в Ростове. Мы приехали на набережную. Какая-то набережная? Новая или старая? Просто набережная. Набережная. Российская. Российская. В отличие от нас. Мы, к сожалению, во всех магазинах не российские. И в банках. Да, да. Знаешь, я путок в песне. Не бомж и не пьяница я. Потому что из ДНР я. Оптимист. У нас в паспорте написано Россия. Да, да. Я прихожу в банк, а мне говорят, так вы же не Россия. Ну, что это за прикол? Так и есть. Даже не знаем, как реагировать на такие вещи. Обидно просто, на самом деле. Да, согласен. Погода классная. Ну, это, знаешь, на самом деле не проблема там ко всем людям или еще что-нибудь. Много смотрю новостей и наших ребят там со символикой Z, в клубы не пускают в форме там. Владимир Владимирович, скоро их. Те, которые не пускают, да? Добрый вечер. Да, конечно. Да, согласен. Наших ребят должны пускать везде. Они приезжают в отпуск и они хотят там просто отдохнуть, посидеть. Они не пьют. Кто после ранения, кто после реабилитации. И они не пускают, видите ли, не положат. Ну, это прям забавно. Они защищают страну нашу, а им не положат. Это гостиница, да? Они же не дают, знаешь, на самом деле почему? Потому что все вот эти банки, вот эти миллионеры, аллигаторы так называемые, их же все счета находятся где? В Евросоюзе, в Америке, там еще где-нибудь. И они же боятся давать новым республикам, потому что вдруг сакции ведут, вдруг денюжка их лишат и все в этом будет. Я вообще считаю, все вот эти политики, которые есть в Америке, они должны быть невыездные и вся их семья невыездная. Образование получать в России, работать в России до тех пор, пока ты на должность. Ты же патриот, ты же занимаешь должность, тебе же люди верят. Да. Они все, все денюжки в Евросоюз тянут, поэтому я думаю, когда-то, может лет через 300, они сделают законопроект, что все должны находиться в России. Им делать нечего, либо пусть не идут, работают на эти должности. Добрый вечер, рыбка ловится? Что-то нет. Нет? А вообще, если ловится, то какая? Бывает судак. Судак, да, есть. Бывает толстого. Класс, класс. Хорошего улова вам. Здесь? Да, 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 вот здесь. Отвратительно поели, было холодно. На двоих 5-6 тысяч рублей потратили здесь, в этом причале, да? Это когда мы ехали в путешествие в Сочи и все в этом роде. А что именно было не так? Ну, например, суши принесли. У нас, если делают суши, они большого размера, достаточно рыбы. Здесь принесли размером вот такого. Вот такой размер суши. Маленькие порции. В общем, мне здесь не понравилось ничего. Торт был сухой, наполеон. И плюс персонал, конечно, здесь был. Мы ждали, пока они принесут. Где-то минут 40, людей не было. Пока им, когда им напоминали, понял, тогда они приносили. Я, честно говоря, был в шоке. Красивое, конечно, место. Да, место вроде красивое. Вот так вот. Вкусно кормили в Дагестане, в Папахе. Ой, так что я туда вообще. Как только глаза открылись, сразу туда, быстрее там есть. Это Хабиба кафе. Да ты шо? Да. Обалдеть. Я бы туда тоже сходил. В Махачкале. Очень вкусно, недорого. В сравнении совсем. Ну, в Сочи тоже мы были в Чеботареве. Угу. В гостинице. Вот не поверишь, я тебе серьезно говорю. Люди сейчас скажут, наверное, где я деньги взял, кого я ограбил. На тот момент у меня заработок был по бизнесу. Сейчас малый бизнес в Мариуполе уничтожили. Угу. Мы заказали шашлыки, два бокала пива. У нас было 4 человека. Я, естественно, не пью, и папа. Это Маша и мама. Угу. Заказали шашлыки. И каждому по торту. И картошку при. Пятнашку. Мне, когда принесли счет, мне стало плохо. Я замерз тогда. Я такой сижу, думаю. Там, конечно, красиво. Бассейн с подогревом. Пятнашку они, когда принесли, я замерз. А в Дагестане? В Дагестане мы с Машей вдвоем ели там просто подказ. Ни в чем не отказывались. Там очень вкусные торты. Я чизкейк постоянно заказывал. 2 600, 2 700, 2 800. На двоих? Да. И причем, что мы ели прям на самой там горе. В общем, в красивых местах. Хороших, да? Таких. На самом... Панорамных. Да, да, да. В Махачкале. Вокс, помню. На самом верху, где весь город сразу видно. Вот мы там ели. Было недорого. Все четко в прессе. А тут как-то дурак. Так, а здесь возьмем и квартиры. Мы в Махачкале тогда сняли за сколько, Маша? Трехкомнатную? За 2 800. В Дербеньках, в Дербеньках. В Махачкале было так всегда. 2 800. Здесь... Трехкомнатную? Да. Здесь ты тогда с нами был один день. Да, да, да. За 2 600 в соседнем там... Ё, какая рыба! А что это? А что за рыба? Судак. Судак. Ой, какая. Класс. Класс. Какая большая, да? Ну, это небольшая, конечно. Это небольшая, да. Веча столовится вообще-то. Вот сюда. Класс. Ой. Класс. Прикорно. Да, такого размера отпустили. Берут только, если ловят покрупнее. Цены на жилье в связи с беженцами и с ДНР, ЛНР задрали до такой степени. Да, да, 2 500-2 600. Ты ж помнишь, грязные носки валялись. Да, да. И у меня все тело посыпало. Это самый бич-пакет мы нашли за 2 600. А так 4 500, 5, 6, 7 тысяч. Вообще шоу. Не, ну а че, это не бич-пакет был? Так и есть, так и есть. Я ж помню, у меня в номере под шторой носок валялся такой-то плотный. У тебя хоть под шторой, у меня под подушкой. Это звездец. Это звездец. Что-то подороже. Это мой хостел сняли, да? Что-то такое. Да, да. Порадовало в Краснодаре. В Ростове. Это мы за Ростов говорим. Да, а в Краснодаре порадовало прям. Мы вот с Машей были. 3000 рублей в гостинице. Прям классно было, нормально, уютно. Единственное, что очень большие всегда проблемы с интернетом. Ну, Ростов, это отдельный разговор по поводу цен. Тут снять, чтобы квартиры, дома. В Краснодаре в два раза дешевле. Это нам сказали, связано с тем, что много людей переезжает там. Мариуполь, Донецк, Даганск, то все катается. Большой спрос, в общем. Вот так. Мы миллионеры просто. Да уж. Работаем в Мариуполе. Нам платят по 300 тысяч рублей зарплату. В день. Поэтому банки считают, что они могут у нас кредит брать. Приходят, говорят, нема там пару лямов, долларов. Нам надо сонек закупить. Японско-китайский. Блядь, слушай, это судно такое хорошее, ухоженное. Слушай, Игорь, а вот это ты на корабле. На судне ходил, но больше этого или нет? Это лодочка. Это лодочка. Ты шо? Я думаю, что это добитело? Как три в длину, наверное. Да, минимум три в длину. Я думаешь, видел? Я сейчас так... И высоту там... Вот это здание. 16 этажей. Ну вон, как будет здание плюс-минус. Офигеть. Чуть-чуть поменьше. Да нет, поменьше, конечно. Нет, но не намного. Там под водой 4 дека идут. Где-то 3-4 дека. И сверху еще 12. Над водой еще 12. Да, это маленькие кораблики. Речные. Шо, пойдем в обратку идти? Да, я думаю, уже нечего смотреть дальше. Конечно, там еще есть красивая аллея. Мы с Машей ходили. Где, в Ростове? Да, тут храм. Ну тут, походу, вообще можно даже пешком подняться. Так и я тоже. Мне что, я за пацанов всегда. За обычных пацанов, которые защищают эту землю. Да. И надо будет следующую администрацию, как недавно Владимир Владимирович сказал вчера, набирать не из тех, кто к Ивлеевой ходит жопой светит, а из тех, кто непосредственно принимали боевые участия, мотивированные люди. Кстати, да. С СВО. Вот это вообще красота была. Вот такие должны быть у руководства, которые прошли огонь и воду. Да. Это по-правильному. А вот этот дом по типу, как делают в Мариуполе. Ну да, походу. Фасад и вот эти балкончики, видишь, железяка, вот этот, да? Угу, угу. Хотя как мы паларку делали из этого леска. Да, один в один вот. Это тип Мариуполя. Или у нас Мариуполь-Ростова тип. Показываю вам собор. Святитель Дмитрий. Митрополит Ростовский. И за этим собором вот такая аллея. Красивее здесь, когда тепло, боялся, раз село. О, тут видишь, прям вообще круто. Ну и сейчас красиво очень. Да. Тут прям вообще. Погуляли по Ростову. Купили все, что требовалось, да? Нет. Нет? Нет? Вот так мы едем из Ростова. Дорога темная, освещения очень мало, много участков состояния ремонта. Попали в яму, в общем, правым колесом передним. И шиномонтажка ближайшая, неизвестно где. Сейчас только можем накачать и все. Да, оно сразу вообще? Да, спускается сразу колесо. Да. Так, а поблизости, не знаешь, да, где шиномонтажка? Два километра. Два километра? Да, тоже не знаю. Ну, это не факт, что два, может и десять, правильно? Нет, два-три максимально. Два-три километра, да? Да. А они ночные? Да, точно это не факт. Весело едем домой. На дороге нет ни разметок, ни подсветок, еще и туман. Едем как ежики в тумане. Да. Да не, едем в бездну, это просто какая-то. Едем 40 километров в час. Так это еще уже тут сейчас хотя бы видно дорогу. А так это просто жесть. На аварии, как все едут друг за другом. Вроде просто сумасшествие какое-то. Да. Да. Продолжение следует...